МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Судьбы за жизнь человека решают минуты и даже секунды. Я клянусь посвятить все свои знания и силы охране здоровья человека. Добросовестно трудиться там, где потребуют интересы общества. Всегда быть готовым оказать медицинскую помощь. Эти слова из присяги советского врача произносил каждый, кто решил пройти трудовой путь в белом халате. 11 июля 1918 года, после многократного и обстоятельного обсуждения Совет народных комиссаров принял декрет об учреждении Народного комиссариата здравоохранения, первого высшего государственного органа, объединившего под своим руководством все отрасли медико-санитарного дела страны. Уже в первые годы советской власти начинается массовая диспансеризация. На заводах и фабриках, на всех предприятиях были созданы медицинские кабинеты и здравпункты, где каждый трудящийся мог получить квалифицированную медпомощь абсолютно бесплатно. В 20-е годы начинается еще и массовая вакцинация. Оспа, малярея, сыпной ТИФ на всей огромной территории СССР побеждены, а советские вакцины использовались по всему миру. Великая Отечественная война. Именно тогда родилась фраза «У хирурга глаза на пальцах». Нет вентгеновского кабинета. Порой не хватает самого необходимого. Но военно-полевые хирурги делали невозможное. Около 70% всех раненых во время войны после госпиталей вернулись в строй. Во время профилактических осмотров или когда человек сам обращается к врачам, почувствовав себя плохо, нужно быстро и правильно определить болезнь. Большую роль при этом играют современные методы диагностики. К середине 70-х в советской стране более 90 медицинских и фармацевтических институтов и факультетов при университетах. Поступить в медицинский очень непросто. Престижная, уважаемая профессия. Во многих учебных заведениях вместе с советскими студентами занимаются и студенты из развивающихся стран. Будущие врачи проходят практику в ведущих клиниках страны. Их обучают на лучших традициях отечественной медицины, мировая слава которой связана с именами Сеченова, Пирогова, Мечникова. Для профилактики заболеваний в советской стране была создана мощная фармакологическая индустрия, которая полностью обеспечивала все потребности населения в медпрепаратах. Населению лекарства отпускаются по доступным ценам. А хронические больные и те, кто находится на излечении в клиниках, больницах, медсанчастях и санаториях, пользуются лекарствами бесплатно. Для детей и для укрепления их здоровья социалистическое общество не жалеет средств. Созданная в Советском Союзе развитая система охраны материнства и младенчества – гордость социалистического общества. Кстати, советские медики ценились по всему миру. В СССР эта профессия тоже всегда была в почете и достойно оплачивалась. Нашими хирургами были проведены уникальнейшие операции, которые были выполнены впервые в мире. Кстати, аппарат искусственного кровообращения был создан в Советском Союзе. В баропалатах и бароперационных, герметически огражденных от внешнего мира, создается повышенное давление кислорода. Благодаря этому появляется возможность лечить болезни, перед которыми прежде врачи были бессильны. Главным аргументом в пользу советского здравоохранения все называют его доступность. Это была система социальной медицины. Опыт Советского Союза, создавшего самую эффективную систему здравоохранения, подтверждает слова Ленина, основателя Коммунистической партии и Советского государства. Здоровье народа социально обусловлено. Борьба за социализм – это вместе с тем и борьба за здоровье трудящихся. Недаром на 23-й Ассамблее Всемирной Организации здравоохранения при создании проекта национальной модели советская система была взята за основу. Вот такие бренды советской эпохи.